МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Причем, как оказалось, учиться-то этому надо с малых лет, потому что уже в 5-6 лет уже дети выходят спокойно в интернет сами, без присмотра взрослых. Давайте начнем все-таки с АЗОВ. Вот чего детям не стоит делать ни в коем случае, когда они находятся в сети? Ну, это очень правильный вопрос. Здесь, в первую очередь, наверное, нужно научить родителей, потому что все родители попали в интернет гораздо позже, чем их дети, уже со зрелым пониманием мира, со зрелым пониманием того, какие данные они могут расположить в сети, какие не могут. Ну, и среди нас, взрослых, встречаются люди, которые этого делать не умеют. В первую очередь нужно объяснить своим детям, что нельзя ни в коем случае оставлять свои номера телефонов, оставлять свой адрес домашний, оставлять информацию о том, допустим, в какой школе ребенок обучается. Нельзя рассказывать информацию онлайн, где я сейчас нахожу и чем я сейчас занимаюсь. Тут есть очень насущный вопрос. Соцсети. Сейчас они популярны и у детей тоже. Есть даже специальные детские, где они постят видео, посты какие-то делают. И там всегда указывается локация, указываются, ну, не знаю, многие данные, да? Да, ты указываешь. Это я вот здесь сейчас. Да, да, совершенно верно. А вот моя школа, а вот мой дом. Родителям необходимо отключить у ребенка, допустим, на телефоне метку геолокации на фотографиях, чтобы при выкладывании поста в интернет не отражалась информация, что эта фотография сделана здесь и сейчас, допустим. Ну, и потом, как я всегда говорю детям, а вы не бегаете по улицам и не показываете свой домашний фотоальбом с фотографиями всем подряд? На меня так смотрят всегда и говорят, а зачем? Ну, это же мои фотографии. Я говорю, ну, вы то же самое делаете в соцсетях, когда вы себя сфотографировали и начинаете выкладывать эту информацию. Дело в том, что, когда ребенок сообщает о себе слишком много информации, злоумышленники, которые в интернете находятся, они, как правило, имеют психологическое образование. И поймать ребенка на этой информации очень легко. Если я позвоню ребенку и начну ему описывать, что вот сейчас ты был в школе, там вот такая-то ситуация у тебя происходила, а родители попросили тебя срочно выйти из школы, я тебя сейчас заберу. Ну, то есть, понимаете, здесь от похищения детей, поймать их на крючок в какой-то момент, до шантажа на деньги развести, так сказать. Еще давайте поговорим о безопасности в сети касательно вирусов. То есть вот здесь какие могут быть советы? Понятно, что не заходить на сомнительные сайты, но тут тоже как бы двояка ситуация. Здесь ситуация... Ну, в идеальном варианте могу сказать, что пользуйтесь лицензионным программным обеспечением. В этом случае у вас гарантия того, что ничего не подхватите. Но, конечно, дети частенько, без ведома родителей, там начинают игры какие-то устанавливать. Понятно, что они их берут не с официальных сайтов, понятно, что они не купленные. И в этом случае, в общем-то, у родителей, наверное, остается два варианта. Первый вариант – это иметь хороший антивирус. который позволит всё-таки в определённый момент отловить этот вирус. Или есть сейчас антивирусы, которые позволяют настраивать вход на различные сайты. Могут быть только доверенные сайты разрешённые. Но это всё требует определённого опыта. У меня в семье так. Всё закрыто, всё запаролено. Ребёнок без ведома родителей ничего не сделает. Но всё равно антивирус защиты повысит определённую. Ну и второй вариант – всё-таки создать для ребёнка отдельный аккаунт на компьютере с определённым количеством прав. То есть даже если он эту игру попытается откуда-то скачать, он её не сможет установить. Тем самым ваш компьютер так быстро не заразится. То есть придёте с работы, посмотрите, поговорите с ребёнком, откуда он это взял, что это такое, можно ли устанавливать. То есть такой мягкий контроль, я бы сказал. Ну, с одной стороны, да. Просто огульно затягивать к себе различные программы, ну, наверное, очень безопасно. Ох, там много всего можно затянуть. И совет ещё такой прям вот от себя. Храните файлы свои, которые ценные, фотографии. Наверное, самое ценное, что у нас есть. Всё остальное восстановимо. Документы всё-таки параллельно на каком-то другом носителе. А на физическом, кстати, или в облаке? Потому что многие же... Я в облако не советую кидать, хотя многие пользуются, да, там пространства много, но вы понимаете, что это сеть. Это чужое облако, это находится где-то вовне. И неизвестно, кто может просматривать ваши файлы. А если вскроют это облако, и, как всегда, наши данные куда-то потекли, поэтому вот лучше иметь вот эту резервную копию. То есть если даже что-то с вашим компьютером случится, заражение или просто сломается, то вы всегда сможете эти данные восстановить. Ох, много тут всего интересного, да, согласен. Тут даже не столько IT-образование, сколько психологическое образование необходимо. Ну, это очень важно. Именно коммуникация между родителем и ребёнком. Да, про безопасные платежи тоже дети часто совершают. Вот с 14 лет, вы же знаете, могут пойти в банк самостоятельно, карту себе завести банковскую. И совершать платежи онлайн, так же, как мы все совершаем. Вот здесь должно быть одно единственное правило. Есть одна карта для платежей в интернете, которая всегда пустая, и появляются там только деньги в момент... На определённую покупку. В момент, да, в осуществлении покупки. И все остальные деньги хранятся на другой... Это многим взрослым не кажется, можно писать. На другой карте, да. Такой лайфхак. Потому что те данные, которые мы по картам вводим, они так или иначе появляются в интернете. Понятно, что всё это защищено, но опять до определённого момента. Если есть замочек, то... Ну, ключик-то можно. Ключик найдётся. Ключик можно. Ключик найдём. Ну, давайте как раз поговорим о цифровом образовании. Чему учат и конкретно учат в IT-кубе? Какие основные направления? Что вызывает у детей интерес в настоящее время? IT-куб у нас существует с 2020 года. Призван он обучать детей дополнительного образования с 7 до 18 лет. Но, к сожалению, как выяснилось, не все IT-специальности годятся для детей младшего школьного возраста. С 7 до 10, грубо говоря. С 7 до 10, да. Вообще, мне кажется, стоит отметить, какие специальности относятся к IT. Потому что в последнее время лично я встречаю очень много людей, которые как-то связаны с работой, может, в интернете, в компьютерах. И они все называют себя IT-специалистами. Да, IT-шниками. Кто такие IT-шники и что они делают? Вы продажа с одного сайта на другой. Это же не IT. Правильно? Нет, это не IT. Это больше, наверное, маркетинг и менеджинг. Внести ясность, чтобы и дети, и родители понимали, кто такие IT-шники. IT-специалисты – это люди совершенно разных направленностей. Вообще, это очень большой пласт. Это профессии от программистов и до тех людей, которые обслуживают всю инфраструктуру. Потому что, вот пример, сайт. Продать с одного сайта на другой. Один сайт у нас где-то должен располагаться, второй тоже должен где-то располагаться. Это серверы. Сайты нужно настроить, чтобы они правильно работали, чтобы их не так просто можно было взломать, чтобы они были все время доступны. Кто это будет делать? Точно не тот, кто осуществляет продажу с одного сайта и покупку на другом. И явно не тот человек, который серверы обслуживает. Не тот, кто нарисовал эти сайты. Не тот, кто обслуживает сайт. То есть это люди, которые занимаются веб-дизайном. Они нарисовали сайт. Веб-программисты, которые помогают сделать так, чтобы этот сайт работал правильно. Далее тот, кто обслуживает сам сервер, то есть техническую составляющую. А еще мы забываем, что у нас интернет – это что-то такое потрясающее. Но реально это кабели, реально это сетевые устройства, которые расположены между этими серверами. Коробочки-проводочки. Коробочки-проводочки. Но они что же требуют? Обслуживание определенного за этим. Кто-то должен следить. Опять, кто-то должен у нас стоять в промежутке между одним сайтом и другим. Поэтому здесь пласт вот этого IT-сектора, он очень большой. И научиться всему практически невозможно. Поэтому IT-специалисты – это, как правило, простите за такое слово, штучный товар. И они требуются в определенной сфере. И не в большом количестве, а лучше один, но очень хороший. Да, но очень хороший. Так вот, у нас есть и направление веб-технологии, где ребята могут написать свой сайт. С дизайном они работают, но не в той сфере, как вот если бы это работал художник. Но заставить сайт работать у них получается. У нас есть направление программирования на Java и мобильная разработка. Они схожи, просто язык один и тот же Java, и там, и там, но в мобильной разработке ребята пишут мобильные приложения. То есть под наши телефоны, под наши планшеты, на Android-систему. Сами понимаете, что очень сложная функция, вот как обычному взрослому человеку, напиши приложение под телефон, а что оно пишется еще? Я же скачала. Там же картинки. Там же картинки, все прекрасно. Туда, как правило, дети идут у нас постарше. Все-таки это 9, 10, 11 класс, потому что здесь нужен осознанный какой-то подход, такой интересный. А вот малышам, кстати, да, малышам-то что попадет? Сейчас спускаемся по возрасту к малышам. Для малышей совсем, еще раз повторюсь, сложно. На данный момент мы ничего не планировали такого, но мы думаем, потому что детей младшего возраста приходит все больше и больше, но их нужно собирать в единую группу, а как правило на одно направление приходит мало деток маленьких, а под них нужна немножко другая программа, адаптированная под возраст. Вот дальше, если мы спускаемся по лестнице от 9 класса, у нас предлагается программирование на Питоне, на Пайтоне. Там полегче ребятам обучаться, и сам язык попроще. Кстати говоря, программы на Пайтоне пишутся для сайтов, обработка каких-то там, допустим, входов, количество входов посчитать или что-то подобное сделать. Вот на Пайтоне очень удобно писать. Допустим, обработка больших данных, проанализировать соцсети можно с помощью этого языка. Вот туда приходят уже дети помладше. У нас даже сейчас учатся ребёнок 5 класса на этом направлении. Ну, там как бы набор команд, наверное, да, и переменные. Ну, да, ещё бы знания математики приложить к этому всему. Пора создавать языки, мне кажется, программирование на кириллице. А есть такие? Есть такие? Один С? О, кстати, пора их вводить в более широкий обиход. Ну что ж, спасибо вам большое за это интересное интервью. Надеемся, что оно было полезным для наших зрителей. Удачи вам и успехов. Спасибо большое и вам тоже. Напоминаем о безопасности в интернете. И не только мы говорили с Галиной Кальницкой, заместителем директора Центра цифрового образования детей «АйТи Куб». Наше полезное утро вместе продолжается. Будьте с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!